МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждём гостя» Зурабом Двали. Это сотый юбилейный выпуск нашей программы. Позади целых три года работы. А все начиналось именно здесь, с этого города, который мы любим всем сердцем. Вся наша небольшая команда, которая работает над проектом, родилась и выросла в Тбилиси, включая, естественно, и меня. Так что телевизионная судьба программы «Ждём гостя» начиналась именно отсюда, с грузинской столицы. А сегодня это целый международный телевизионный проект. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждём гостя» Зурабом Двали. И я нахожусь на одном из самых необычных мостов мира, построенном в 2010 году в самом центре старого города. Я нахожусь в районе Серных бань, благодаря которым и получил своё название город Тбилиси. Ведь Тбилиси по-грузински «тёплый». За Тбилиси! За Тбилиси! За этот старый, седовый и мудрый город! Со смотровой площадки с горым Тацминда открывается потрясающий вид на Тбилиси. Посмотрите, какая красота! Какое великолепие! Итак, обо всём по порядку. Наша телевизионная команда состоит всего из трёх человек. Итак, Ирина Хангошвили, автор проекта и режиссёр. Прошу любить и жаловать. Именно она три года назад предложила мне вести этот проект и, надеюсь, не жалеть об этом. Ни в коем случае никогда и не жалела. Спасибо за то, что нас смотрите. Ирина Хангошвили, впереди вас ждут очень много интересных программ и новых сюрпризов. Прекрасно! И ещё одна легендарная личность из нашей команды, наш оператор Тэмога Абашвили. Тэмуриди сюда, покажись, наконец-то, зрителям. Приветствую! Он не так многословен, как я, но зато своё дело знает отменно. Итак, друзья мои, находясь в Грузии, мы не можем не сказать нашу уже легендарную фразу «Ждём в гости!» Мы решили, что наша программа «Путешествия» должна быть весёлой, лёгкой, с песнями, с танцами, с многочисленными гостями. Ну, в общем, как грузинское щедрое застолье. И, кажется, не ошиблись с форматом. Как не вспомнить в связи с этим одну из наших первых программ, которые мы снимали в ресторане «Тисквили» или «Мельница», где музыкальная часть программы была на уровне настоящего фольклорного концерта. А очень колоритный шеф-повар предложил нам настоящее кулинарное шоу. Так, переходим к приготовлению соуса. Соус кинзмари. Значит, повторяем. Да. Туда что мы бросили? Мы положили кинзу. Я как ученик на уроке. Мы положили кинзу, положили три зубчика чеснока, молотый крупнокрасный перец. Дробленый. Дробленый. Не молотый, дробленый. Был неправ, вспылил. Дробленый красный перец. И сейчас и наливаем уксус. И иный. Да, обязательно. Я не понимаю, вегетарианцы, как можно такое мясо не любить? Это просто, это кулинарный шедевр. Бельгийский фуникулер – один из самых старых и красивых в мире. Он был построен в 1905 году бельгийским ученым Альфонсом Робби и сразу же полюбился горожанам. Тбилиси действительно не отпускает. Казалось бы, столько программ сняли в грузинской столице. И фуникулер, и крепость Нарикала, и старый город, и район серных бать. Посетили лучшие рестораны, побывали в храмах, в синагоге, в мечети. А тем не становится меньше. Тбилисо хорошо получается у меня? Да. Ну, если я когда-нибудь выйду на пенсию, пойду сюда работать, готовить пончики. Тбилисо. Сегодня программы «Ждем гостей» уже международный проект. И благодаря телекомпании «Настоящее время», расположенному в Праге, мы вещаем почти на весь мир. Помимо этого, у телекомпании много партнеров. Так что наша программа «Ждем гостей» еще и выходит в эфире национальных вещателей многих стран. Появилась возможность расширить границы нашей деятельности, и мы стали путешествовать по различным странам, рассказывая об интересных местах, интересных людях, традициях и, конечно же, национальной кухне. В Праге более тысячи лет, а архитектурный стиль представлен шедеврами различных эпох. Тут и романские стили, готика, и ренессанс, и барокко, и уникальный чешский кубизм. За пропагацией этической кухни! О, меня кажется, сейчас наградит пан Ярослав! Что это, не да? Вспоминку на нашей области, на Клокочном. Чешская столица, окутана новогодним убранством мерцающих гирлянд, новогодних украшений, а в воздухе витает запах волшебства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это город, который поражает своей архитектурой и уникальными историческими достопримечательностями. Ведь по праву Ригу называют «жемчужиной Балтии». Масляная рыбка, жирная рыбка, как сало, нарезается. Тоненько так нарезается. Тоненько, чёрный хлебушек, лимонный перец. И замечательно. Ой, какая прелесть. Мартынш Сирмайс, правильно празднил себе? Да, да, это у всех проблемы. Сирмайс, 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 Сирмайс. Как мартыш, больше... Ну, как мартышка, только А. Незабываемые воспоминания о съёмках в Израиле. Посетив эту страну, нас переполняли чувства какого-то необычного волнения и трепета. Это и понятно, идти по последнему пути Христа, побывать в храме гроба Господня, осознавать, что ты соприкасаешься с вечным, действительно непросто. Спасибо нашему хорошему другу Ростику Ноткину, который провёл нас по святым местам этого библейского города. Конечно же, надо вспомнить о цикле программ, снятых в Испании, на побережье Коста-де-Соль, где мы познакомились с очаровательными девушками Марией Уйберли и Ириной Ефёдовой из русского радио. Эти две не только красивые, но и очень умные и энергичные женщины основали на юге Испании русскоязычное радио. Благодаря им мы сняли программы о знаменитых курортах Марбели, Малаге и Пуэрто-Бануси. И особенно впечатлил город на Вишеном пропастью Ронго. И снова Испания. Недавно мы в Солнечной Гранаде сняли оригинальную программу о танцах о танго и фламенко. Это, можно сказать, был наш ещё один эксперимент. Начал как чисто кулинарная программа, сегодня мы всё больше рассказываем об интересных местах, больше путешествуем и, главное, стараемся делать программу разнообразной. АПЛОДИСМЕНТЫ Греция, Афины. Это тот случай, когда везло со старыми друзьями, которые рады были помочь в организации съёмок. Инга Афгарова, моя давняя подруга, талантливый журналист, также родом из Тбилиси, сегодня проживает в Греции. Она оказала нам просто неоценимую помощь в организации съёмок в Афинах, а также на острове Корфу, за что ей отдельная благодарность. Мира, благоденствия, счастья, как говорят греки, ясес. 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 Всего вам доброго. Ну и какие же съёмки без курьёзов? В нашей программе «Ждём гости» также не удалось избежать смешных историй. Тут же в монастыре Аблахерна находится небольшой рыбацкий причал, откуда на лодке мы можем доплыть до этого очень интересного мышиного острова. Остров Корфу действительно был прекрасен, но местные цикады пели так громко, очевидно из-за жары, что беспардонно врывались мой закадровый текст с какой-то дикой трескотнёй. Раз, 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 раз. Чтобы спасти ситуацию и добиться тишины, приходилось отчаянно бить палкой по дереву, под которым мы находились. Они молкали ровно на минуту. Так и писали с постоянными перерывами на борьбу с цикадами. Ну-ка, запусти бутылкой в них. Одна фраза осталась. Одна фраза. Ударь по ветке, по ветке. Ага, есть. Сегодня в залах дворца белоснежная церковь с неба... Ничего это не слышно. Ну а, к примеру, на севере Германии, в небольшом и уютном городке Бремерхафен, где героем нашей программы был известный скрипач, у меня, ну, никак не получалось произнести безошибочно сложное название городка и фамилии некоторых его жителей, что вызывало у моего собеседника бурную реакцию. Называется он Фидлер. В переводе с немецкого... Что сейчас? Про Фидлера. Очень много музеев в Бремерхафере. Чего? Бребер. Бреберхафере. Да. Ладно. Бреберхафен. Хорошо, ладно, ладно. Все, 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 все. Все, 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 все. Бреберхафен, ну, помню. И говори. Бреберхафен. Настоящий музей кораблей под открытым небом здесь, в центре этого небольшого немецкого городка. Это все настоящие реальные... СМЕХ Кстати, героиня одной из наших первых программ была известной тбилисский кондитер. В прошлом наша коллега, украинский журналист Виктория Геродская. Мы посвятили ее бесподобно вкусным и красивым сладостям целую программу. Ну а сегодня у нас прекрасный повод вновь заглянуть к ней. Во-первых, поздравить с расширением бизнеса. Ну и, конечно же, заказать торт на юбилей нашей программы. СМЕХ О, ну как? Замечательно. Хоть продавай. СМЕХ Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Очень приятно снова вас видеть через два года. Спасибо. И нам приятно. Тем более, видимо, такая красота у вас тут. Расширяйте бизнес. Ну, за эти два года у нас произошли изменения. Во-первых, мы переехали с того маленького помещения, где мы с вами готовили. Немного расширились. Теперь у нас при мастерской появился магазинчик, о котором люди нас так просили долго. Теперь они могут не только заказать наши торты, но и купить уже готовые. Не дожидаясь. Не дожидаясь. Виктория, у нас юбилей, сотая программа. Мы очень бы хотели вам заказать большой такой праздничный юбилейный торт на 50 кустов. Это возможно? Конечно. Без проблем. С удовольствием сделаем для вас это. И чтобы это было красиво оформлено. И главное, видно было, что это программа, ждем гостей. Обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Съемки программы «Ждем гостей» – это еще и уникальная возможность знакомства с талантливыми и интересными людьми. С многим из них у нас сложились самые настоящие тружеские отношения. Одну из наших новогодних программ мы снимали в популярном белизском брендовом ресторане «Мегрули Сахли» или «Мегрельский дом». Те рассказывали о новогодних традициях грузинского застолья. Именно поэтому мы и решили, что наш сотый юбилейный выпуск мы должны отметить в кругу друзей именно в этом ресторане. С Новым годом, друзья! Счастья, мира и кавказского вам долговетия! Эй, Эка, здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, Зура! Как поживаете? Я прекрасно. Прекрасно выглядишь, как всегда. Спасибо огромное! Фантастически! Я хочу, друзья, еще раз напомнить вам, что Эка Джалагония – хозяйка сети уже брендовых ресторанов «Мегрули Сахли» и «Мегрельский дом» в Белисси. И поздравить с расширением бизнеса и с новым рестораном! Хочу сказать, что из 100%, ну, 80 не скажу, но 60% – это заслуга вашей программы, за что я благодарю вас, вашу команду благодарю. И всегда с удовольствием работаю с вами, всегда с удовольствием принимаю вас, потому что у вас легкая рука, легкое сердце. И вот у меня все получается. Продолжай, продолжай. Да, 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 и все получается. Поэтому мы пришли сюда, чтобы отметить юбилейный, сотый выпуск программы, ждем гостей. И я хотел бы попросить в этом нам помочь. Для меня это большая честь, то, что опять же выбрали мой ресторан. А куда еще? К друзьям надо идти? И окончательный аккорд ресторана в «Мегрули Сахли» происходит. Мегрули Сахли 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 Мегрули Сахли